Здравствуйте. Сегодня мы беседуем с Оксаной Вовченко о безденежных отношениях. Может ли быть организована система обмена взаимоотношений, не построенной на деньгах? Каково Ваше мнение? Может. На моё мнение, что может. Вообще, когда эта тема появилась у нас в клубе, тему предложила я. Изначально она рассматривалась в контексте бизнес-отношений, то есть безденежные отношения в бизнесе. Какие они возможны? Почему они возникают? И какова их эффективность? Но в дальнейшем эта тема серьёзно расширилась, и уже рассматривались социальные отношения, и вообще экономическое устройство мировое. Тема вызвала большой интерес к клубе, и уже дальше рассматривалась в более широком контексте. Совершенно с вами согласен. То есть я вижу денежные отношения как, прежде всего, отношения между людьми, а не как функцию какой-то абстрагированной системы. Но мы как раз, если разговариваем о экономике, это часто некая абстракция, особенно макроэкономика. То есть с точки зрения отношений между людьми, деньги это может быть удобная система взаимоотношений, а может и система будет мешать в каких-то вещах, и в каких-то вещах недопустимо, допустим. В каких-то странах запрещено платить за секс. Или ещё какие-то вещи. Запрещено давать благодарность в виде взятки. Это тоже же... То есть если ты очень благодарен кому-то или очень сильно просишь, вроде, наверное, можно. А вот если даёшь деньги, то уже и нельзя. У денег бывают разные эквиваленты, то есть услуги различные, какие-то другие вещи. Но я бы хотел рассматривать этот вопрос именно с точки зрения отношений между людьми, в которых есть некая условная договорённость, что для облегчения мотивационных действий с двух, трёх, четырёх и более сторон используется некий эквивалент, который передаётся от одного к другому и считается, что таким образом мотивация делать или не делать те или иные действия обеспечиваются с наибольшей эффективностью. Разумеется, когда мы говорим об этом с такой точки зрения, то совершенно очевидно, что если это всего лишь часть договорённости, то договорённость может быть любой другой. И по разным причинам деньги могут быть выведены из этой договорённости. То есть вопрос, удобно ли это, привычно ли это, необходимо ли это, это сложный вопрос. То есть не сложный вопрос, а очевидный ответ, что в большинстве случаев это неудобно, потому что эта система уже существует, она настолько глубоко укоренилась в нашем сознании, подсознании и даже в общественном, бессознательном. А более того, в нашей религии, возьмите наши священные книги, Евангелие, где все практически, ну большая часть притчей, которые рассказывает Христос, чтобы показать, что есть Царствие Небесное, что есть вера, что есть прочее, они построены на денежных отношениях. И притча о работниках, приходящих с утра, в середине дня, в конце дня, получающих по динарию. И притча о талантах. Талант – это мера веса серебра была в то время и так далее. И множество других притч. В своей книге «Конфликты» у меня есть целый раздел, который посвящён именно математике Евангелия, чтобы показать, что она как раз противоречит обычным денежным отношениям. То есть он всюду нарушает обычное восприятие денег, когда предлагают платить всем одинаково, даже пришедшим позже, и раньше, и прочее. Но у него есть для этого определённый резон, чтобы показать, что Царство его не от мира сего. И сам он не от мира сего. И, следовательно, можно себе предположить, что и правила его, и законы его, они не соответствуют законам этого мира. Но, чтобы это было доступно и понятно, разъясняется это на примере денег. Я сам наблюдал эффект, насколько деньги являются эффективным средством для разъяснения. Когда-то я открыл курсы для медсестёр для подготовки переаттестации. И это уже были в основном женщины среднего возраста, давно забывшие, что такое школьная парта. И там нужно было рассчитывать концентрацию растворов и пропорции. И им это давалось очень тяжело. А когда я заменял миллилитры на денежные единицы, то это получалось уже очень легко. То есть люди привыкли оперировать именно денежными единицами. И второе, что я хотел сказать с точки зрения индивида, деньги являются инструментом взаимодействия. То есть это как выливается из первого боевого утверждения, что деньги являются частью договорённости. И, следовательно, человек, лишённый денег в обществе, где деньги являются неотъемлемой частью договорённости между людьми, он становится беспомощным, бесправным и без каких-либо возможностей совершать какие-либо действия. И мы сами знаем, что если мы случайно оказываемся без денег, то у меня был случай, когда я обменял все деньги на чешские кроны и летел через Исландию, полагая, что это международная валюта. А в Исландии их не меняют. Я оказался в Исландии без денег вообще. А на 10-12 часов. Ну, я попросил, мне прислали немного денег на карточку, я их снял, всё-таки что-то поел. Но вот такая ситуация, что человек может оказаться без средств, а, следовательно, он останется голодным, может оказаться без самых необходимых вещей для своей жизни. И именно это часто смущает человека, не имеющего достаточно средств, потому что он не может или она проявлять свою волю в той или иной мере более или менее эффективно, как бы того хотелось делать. Собственно, вот такое моё видение этого. А почему было бы хорошо исключать денежные отношения в каких-то ситуациях? Именно из-за того, что деньги являются тормозом проявления нашей воли. То есть, вот, допустим, вы добрый человек, если бы у вас было достаточно средств, вы бы накормили всех голодным. Но у вас нет этих средств. Или достигли каких-нибудь менее благородных и более глупых целей, возможно, каких-то наивных мечтаний детских подарили бы каждому по плюшевому, розовому единорогу или ещё что-нибудь. Но именно ограниченность вот доступа к деньгам в качестве инструмента останавливает каждого индивида от полного осуществления того, что он считает своим волей изъявлением. То есть, ограничивает его волю. Вы совершенно правы, если напомните, что всё за деньги не купишь, но очень многое купишь. И получается, что как раз то, что за деньги не купишь, как раз как-то без денег-то почему-то и не дают. Вокруг необходимы деньги. Позвонить, написать, поехать, прийти. То есть, даже при самых чистых наберегах дружбы, любви, поддержке, милосердия, сострадания, эти проклятые деньги залазят и препятствуют осуществлению самых, что не доесть элементарных проявлений человеческого воли изъявлений. Как вы смотрите на такой подход? Как я смотрю, деньги, я думаю, что, конечно, удобная штука в плане совершения транзакций для обмена. Удобное изобретение. Но в некоторых случаях оно откровенно вредит. И мы это часто наблюдаем в сообществах, особенно маленьких сообществах, если сравнить взаимоотношения в большом городе и в деревне. В деревне мы будем наблюдать гораздо больше безденежных взаимоотношений между соседями или родственниками. То есть будет больше такой взаимовыручки, помощи, поддержки. То есть больше люди инвестируют в отношения друг друга. То есть готовы оказать что-то, какую-то услугу бескорыстно. Я думаю, что больше придается значение формированию социального капитала, нежели монетарного капитала. Человек знает, что сейчас я тебе помогу поставить забор, завтра мне надо будет копать яму, ты придешь, поможешь мне. Но это не факт, что придет и поможет. Не факт. Это не гарантия, да. Но из того, что я наблюдаю, может быть, конечно, я говорю про украинское село, про украинскую деревню. Но люди, живущие в таких более тесных сообществах, больше склоняются к отношениям безденежным. Что мне было интересно, вот как экономисту узнать, нас изначально учили такой теории, теории обмена, как появились у нас деньги. Вот началась специализация труда, тот животновод, этот сельскохозяйственную продукцию, там кто-то металлы делает, надо обменяться, появились деньги. То есть как бы первоэкономические отношения как бы появились так. Но впоследствии я познакомилась с другой теорией, которая говорила об экономике дара, экономике дарения. То есть что первой формой обмена был не денежный обмен и вообще не обмен, а первая форма транзакции между человеком была подарок. Да. Да, дарение. Я только вчера слушал аудиокнигу о викингах, изданную в 60-е годы советскими историками, учеными. И там как раз указывается, что сбор дани, сбор подати, сбор налога начинался именно как дары. То есть конунг, их небольшой царек, если приезжал, то ему приносили различные дары. И они, в общем, были добровольные и не как не лимитировались и не определялись, но постепенно они стали как заведомо известные и требуемые. Ну, действительно так. Единственное, что я бы хотел здесь сказать, слабость системы обмена в том, что мы ожидаем что-то за что-то. Хотя, в принципе, все мы делаем одно общее дело, без которого мы не сможем выжить. Каждый в отдельности. То есть, удивительным образом, люди практически не приспособлены для выживания в одиночестве. Но имеется в виду в полном. То есть, полное замещение человечества с его социальными, экономическими, ресурсными возможностями на каком-нибудь острове, в каком-нибудь лесу, оно чрезвычайно трудно. Есть такие примеры, что справляются, но уровень жизни, качество жизни не может быть достаточно приемлемым для человека. Он не может все производить себе сам, и одежду. Ему приходится резко сокращать спектр своих потребностей, естественно. То есть, отбрасывая целые пласты того, что человеку может быть нужно, особенно современному, и посвящать все свое время для выживания. Вот тупо для того, чтобы просто не умереть от голода, от холода, и от диких зверей, и еще от каких-то факторов. То есть, получается, что в принципе мы все делаем одно общее дело. И в нашей среде как такового, то есть, вот говорят, эволюции нет. Я бы сказал, открытого, естественного отбора нет. Эволюция есть, мы меняемся. Мы меняемся. Какие принципы для этой эволюции, какие движущие силы, это может быть отдельный вопрос. Но у нас нету естественного отбора. То есть, даже самый несчастный, неудачник, у нас не обрекается обычно на гибель до того, чтобы он смог оставить потомство. Вот. И таким образом мы не можем говорить, что у нас есть как бы необходимость сохранить свою жизнь, и поэтому мы должны друг с другом бороться, отбирая друг у друга куски и толкая друг друга. Вот. Такие условия настолько ограниченных ресурсов встречаются достаточно редко, и они вызваны либо экстраординарными какими-то катастрофами природного характера, либо чисто человеческой войной, человеческой глупостью и прочим, либо какими-то неудачными обстоятельствами, когда люди оказываются на плоту втроем, двое съедают одного и так далее. То есть вот такие вот тоже экстраординарные ситуации. То есть в принципе понимание того, что мы все делаем общее дело, освобождает нас от необходимости точного обмена. То есть вот допустим, если бы представим себе, что я люблю приводить пример идеальной экономической системы, это живой организм, где нет никакого учета, хоть мы и называем по своей слабости воображение, это обмен веществ, но это не обмен веществ. Обмен предполагает, что берется некая сущность внутри нашего организма и эта сущность оценивается и сколько ее было выдано, вот столько компенсации предоставляется тому органу или ткани, который это выдал. Такого у нас нет. Обмен в смысле, что одно идет в одну сторону, а другое в другую, это у нас, конечно, есть. И балансировка есть, но эта балансировка не направлена на то, чтобы компенсировать некие интересы. У наших органов нету отдельных интересов, разве что у некоторых. Так в основном нету. Они все действуют или по крайней мере так созданы, чтобы они действовали сонаправленно некому бенефиту всего организма. Правая рука в норме не должна делать что-то, что вредит левой руке. Иногда в каких-то обстоятельствах человек вынужден поступать, именно подключая свою силу воли и прочее. Но в норме организм воспринимает себя как единым, единой системой, и все входящие в него системы они кооперируют по принципу коммунистическому. Они дают все, что могут и все, что нужно и получают все, что им нужно. И все. И таким образом эта система достаточно хорошо балансируется, если нет каких-то заболеваний или каких-то травм, и мы имеем живой, функционирующий, очень тонко настроенный организм, где все части у нас розовые, довольные, симпатичные, тепленькие такие. Если потрогать себя в разных местах, если вы здоровы, то всюду у вас одна и та же картина. Все прекрасно снабжается и питательными веществами, и кислородом, и выводятся все шлаки, но просто идеальная прямо картина. Хотелось бы иметь такую же картину в человеческом обществе. Если продолжить эту метафору, то можно вспомнить и больной организм? Да, конечно, можно вспомнить и больной организм, и там начинается настоящая катастрофа. И вот эта настоящая катастрофа, она как раз напоминает нашу нормальную экономику, вот такую, какая она есть. Тогда, когда у человека начинаются страшные отеки, так называемая слоновая болезнь, застой лимфы, появляются такие накопления всего, что у них ноги уже не двигаются, и прочие всякие вещи, нарушения коммуникации, нарушения кровоснабжения, иннервации разных районов. Вот, это очень напоминает экономику, которая, в принципе, считается нормальной. Но экономика считается нормальной, которая приводит периодическим кризисом, не так ли. Это все равно считается нормальной экономикой, не так ли. Вот, но сам принцип экономический, он предполагает, что различные части системы имеют конкурирующие интересы и пытаются таким образом сформировать вот эту систему обмена на основе этой конкуренции, что по сути губительны для всей системы. Потому что они не могут быть равны в своих возможностях и рано или поздно одни части начинают преуспевать лучше, чем другие и мы получаем все экономические проблемы вплоть до голода, вплоть до всяких извращений, которые мы встречаем именно за счет вот этого установленного интереса. то есть мотивация частей экономической системы не являются общее процветание системы, вот вдумайтесь в это, а является некое накопление вот этого вот эфиволента энергии блага одним из элементов этой системы. И это безусловно именно и приводит к кризису, к разным пузырям и прочим всяким системам. Система биржи была именно построена не для того, чтобы на ней играть. Она вообще построена не для того, чтобы на ней играть. Совершенно. Биржа это как раз попытка превратить экономическую систему в подобие человеческого организма, чтобы средства, застоявшиеся в чьих-то карманах, начинали двигаться в направлении, в том направлении, где они нужнее всего, и в то же время это бы давало бенефиты тем, у кого эти средства застоялись. Понимаете? То есть, что толку, если какая-то клетка схватится за свой кислород, эритроцит, и не будет его отдавать? Говорить, а вдруг мне не хватит? Ну и все, ткани погибнут, человек погибнет. Вот чтобы этого не происходило, ей предлагается, а ты отдай, зато потом у тебя этого кислорода будет заваливаться. Ну, бывает, что не будет заваливаться. Всяко бывает. Но смысл именно в этом. Так что на этой системе стали играть, это как раз вред огромный. Потому что тогда вот и получаются эти пузыри. Допустим, компания успешна, и у нее все прекрасно, но рынок упал, и вдруг ее капитализация упала настолько, что она оперировать не может. понимаете? Или наоборот, компания Дута не имеет никаких потенциалов, но за счет раскрутки в нее влупили столько денег, она потом, естественно, лопается, и все пропадает. То есть, по идее, в общем, надо запрещать играть на таких вещах. Представьте себе, если мы начнем, а сейчас играют же на всем, то есть, что угодно. Все, что может меняться, можно на этом играть. Можно играть на погоде, на температуре, можно на своем организме играть. То есть, вот какой у меня будет уровень сахара в крови. Привязать это, сделать опции, да, и, соответственно, если вы попадаете в определенную направленность, где этот сахар оказывается, пожалуйста, то есть, можно взять индивида и на уровне его сахара в крови устроить спекулятивную систему. Правда? Вот. Хорошо ли это будет человеку, если каким-то образом это будет еще связано с тем, сколько он будет получать еды? Нет, мы убьем такого человека, потому что у него этот сахар будет расти до тех пор, пока он не поврет. А вы как думаете? Я с вами полностью согласна в том смысле, что взаимоотношения людей построены на взаимозависимости, и, по сути, у нас должен быть один общий интерес, но взаимозависимые. И отсюда и возникала эта экономика дара, которая до сих пор наблюдается в архаичных обществах. Каким образом? Да, закон гостеприимства. Если идет человек, вот он нуждается в крови и питании, его надо принять, дать ему ночлег, накормить. Почему так было принято? Потому что в другой раз ты будешь где-то так идти, и можешь оказаться в такой ситуации, и кто-то другой, это не значит, что тот же самый человек, которому ты помог, он тебе должен помочь. Нет, кто-то другой воздаст эту помощь тебе, а ему кто-то другой. Может, это было средство оплачивать, это вместо газет, вместо газет, интернета. Кто-то пришел, кого-то, выкормил, и тебе рассказал чего-то. Такой способ социального страхования. И, в принципе, с учетом того, что общество должен был бы единый быть интерес выживания, система должна была бы работать. Но в обществе существует такое понятие, как фрирайдинг, безбилетник, эффект безбилетника. То есть кто-то будет брать из этой системы и никогда не возвращать. Будет злоупотреблять благами такой системы. И отсюда возникло вот это, я думаю, что деньги больше как костыль возник, решающий этот вопрос. Возник от несовершенства человеческой природы как таковой. Потому как, если бы все играли в эту игру честно, то, в общем-то, она бы могла такая система работы. Но мы тут опять приходим к модели коммунизма. И, в принципе, получается то, что мы можем сейчас наблюдать, что, и я на своем примере это показывал, что в развитом, богатом западном обществе коммунизм уже возможен. То есть уже можно жить бесплатно. Фудбанки, пособия, там, прочие вещи, субсидированное жилье и так далее. То есть в действительности то, что всегда говорили и Ленину, и прочим, и говорили, что и Маркс не видел возможности развития коммунизма в такой отсталой стране на тот момент с точки зрения формирования капитализма России и с точки зрения то, что это может происходить только в обществах, где значительная часть является излишком. И вот эти излишки позволяют перераспределяться без необходимости их компенсировать. Вот. И, соответственно, пытаться устраивать коммунизм в стране с большими ограничениями, большими трудностями и тотально начинать его организовывать, это какое-то страшное безумие. Вот. И ожидать от того, что у людей голодающих появляется мотивация отдавать последнюю корку, это безумие какое-то. И оно настолько очевидно сейчас, когда мы это наблюдаем, что просто поразительно, как это не было очевидно для тех, кто пытался именно устанавливать коммунистические отношения в наибеднейших странах, в наибеднейших условиях и в самых неблагоприятных условиях. Вот. Здесь же мы можем именно об этом и сказать, что мы все стремимся к некой коммунистической модели, потому что в развитом обществе, когда человек интегрирован в это общество, очень многое ему достается уже практически бесплатно. Ну, Wi-Fi в любом месте зашел, да, кто за него платит? Никто не платит. Что там еще? Он пользуется бесплатно дорогами, информация большого количества концерта. информации, особенно вот контент в интернете, то есть он получается все что угодно, можно сказать. Ну, и есть стремление создать базисный инком, вот, и прочие попытки. То есть даже не желая того, мы все равно движемся в направлении проникновения коммунистических отношений в развитых обществах, в системы этих обществ. вот, когда невозможно выделить именно вот такого денежно-вещевого обмена для каких-то определенных благ. и в принципе такое постепенное явление, оно не вызывает таких страшных стрессов, как это было при попытках глобального перехода на коммунистические рельсы. коммунизм. То есть коммунизм это скорее не идеология, а определенное удобство во благо благополучия системы в целом, перераспределение ресурсов таким образом, чтобы не происходило серьезных кризисов, голода и прочих вещей. То есть обеспечение в любом так называемом социальном государстве прокламирование того, что у нас не может быть по определению бездомных и не может быть по определению голодных. Это то, что называется social state, социальное государство. Они есть, но это в каждом отдельном случае является отклонением от нормы и существуют системы, которые предотвращают чтобы это происходило. То есть это чаще всего люди, которые выпадают из этой системы по той или иной причине. И это зависит от того, насколько система приспособлена привлекать нуждающихся и насколько она не ставит препятствия с собой пользоваться. Когда я изучал этот предмет в университете, это было 30 лет назад, то нас учили, что систему надо делать так, чтобы получить благо было трудно. Тогда их получит только тот, кому действительно нужен. Но это не совсем так, потому что получит как раз тот, кто хочет использовать систему, а тот, кто действительно нуждается, если бы он был способен заставить систему себе заплатить, то он бы нашел и другие способы, как себя обеспечен. Поэтому то, что получение инвалидности становится сложнее, чем получение работы, скажем, где-то, то это неправильно. Но тогда речь шла, видимо, об ограниченных ресурсах, и поэтому хотели поставить определенные препятствия. То, что сейчас планируется ввести базисный доход, позволит беспрепятственно обеспечивать всех определенными вещами, которые людям необходимы. Вот. А вы поддерживаете идею внедрения безусловного базового дохода? Ну, конечно. Вы читали мою книгу, и, конечно, я поддерживаю, потому что раньше нам нужно было определенное поведение от человека. Мы должны были его замотивировать работать. А сейчас у нас переходный период, когда идет система повышения эффективности производства, автоматизации, роботизации, то очень многие люди становятся лишними, и создание им неких рабочих мест начинает стоить гораздо дороже, чем если просто раздать им деньги. и чтобы они не мешались. Вот. И мы можем посмотреть, продолжить дальше, экстраполировать, как будут развиваться эти все вещи, и мы можем предсказать исчезновение целого ряда профессий. Вот, допустим, вот сейчас многие задумаются в Оттаве, в Канаде, а нужны ли нам тракеры? Если бы все эти траки были автоматическими, то кто бы приехал в Оттаву и уже 11 дней гудел бы им и требовал бы правительство уйти в отставку? Обратите внимание, что тракеры являются таким пролетариатом, да, у нас получилось. Во-первых, они наиболее массовая профессия в Канаде. Еще в 2000 году, я проверяя статистику, увидел, что наиболее распространенная мужская профессия в Канаде это тракер. Тракер это тот, кто водит большие наши эти фуры. Потому что у нас весь обмен с Соединенными Штатами, а мы по сути дела полностью являемся их придатком, все население Канады живет не дальше, чем 300-400 километров от южной границы с Соединенными Штатами. Вот. Получается, это наиболее массовая профессия. Если появятся реально автоматические траки, все эти люди окажутся без дел. Вот. И, соответственно, они будут требовать сбросить правительство. То же самое, что они делают очень хорошо, мы это видим. Поэтому было бы здорово заранее развивать систему, в которой бы система перераспределения, то, как я ее предложил в своей книге «Свобода от налогов», именно за счет небольшого налога, но на все финансовые транзакции, она могла бы увеличить бюджет и за счет этого увеличения бюджета обеспечить базисный доход для всех жителей общества, что, безусловно, бы оживило экономику. Но, опять же, такой переход, я и в своей книге пишу, он должен быть постепенный, очень даже постепенный и в соответствии именно, опять же, чтобы у нас не получилось то же, что сделали коммунисты в 17-м году. Потому что, если вот сейчас был такой эксперимент в течение полутора, почти двух лет, в Канаде было очень легко жителю Канады получать около двух тысяч долларов в месяц. А в семье из двух человек это было четыре тысячи в месяц. Это очень много денег, даже для Канады. И начинали давать с пятнадцати лет. То есть, представьте себе, у вас трое детей, у вас муж и жена, это даже просто сумасшедшие вообще деньги. То есть, что это? четыре, пять, десять тысяч. Офигеть. Просто офигеть. И действительно, то, что сейчас творится, люди не знали, куда эти деньги девать. Многие. Построили себе коттеджи, сделали еще что-то и так далее, и так далее. Но сейчас, естественно, у них деньги кончились, сейчас они не дают. Я вот сегодня подумал, что эти тракеры и прочие, может быть, бы и не орали так в Оттаве, если бы им продолжали давать столько денег. Да. Вот. Но это была как бы модель этого. А работали люди, не то, что им запрещали работать, а им как бы угрожали, если вы сверх этого будете работать, то потом мы с вас возьмем эти деньги обратно в качестве через налоги специально и так далее. Вот. Ну, в принципе, то есть это повлияло на рынок труда. Это повлияло. То есть стало значительно труднее, во всяком случае, в прессе. Стало значительно труднее получать, находить работников на определенные вещи. но у нас существует целая теневая экономика труда. Студенты, которые здесь учатся, чтобы потом иметь возможность получить постоянное место жительства, если они найдут работу, они не имели права на получение этих пособий и прочие вещи. Поэтому вот удивительным образом у меня не составило труда найти очень много студентов, желающих убирать снег и прочее, прочее. мы в принципе идем к этому, мы идем к тому, что это будет не просто какая-то хотелка, а абсолютная необходимость, потому что что вы иначе с людьми будете делать? Вот. Но мы все-таки возвращаемся к денежным отношениям, то есть люди получают денежное пособие, и если внедряется такая система, как налогообложение с оборота, с транзакций, то государство напрямую заинтересовано стимулировать денежные отношения и запрещать неденежные. Что, собственно, сейчас и происходит, да, в бизнесе запрещаются безденежные отношения. У нас не запрещают. Потому как их невозможно обложить налогом. Нет, у нас не запрещаются, налогом не облакают. У нас не запрещаются, но мы должны выражать их в денежном эквиваленте. Ну, что, собственно, эквивалентно запрету. Мы их приравниваем к денежному, выражаем для того, чтобы государство могло их обложить налогом, эти действия. Иначе, если они оказываются между субъектами безвозмездно и бескорыстно, то, в общем-то, что государство может с этого поиметь? государство вообще не должно ничего себе хотеть. Оно вообще-то создано для нас, чтобы нам удобнее жилось. А никаких вот личных интересов у самого государственного аппарата быть не должно. Это все время забывается. Причем всеми, и особенно теми, кто руководит этими государствами и занимается всякими вещами. здесь тоже надо сказать с точки зрения того, как устроена современная демократия. То есть, как так получается? Только что этого труда переизбрали третий раз. И все им недовольны. И вот совершенно очевидно, ну, дурак дураком. Отвратительное отношение к людям. То есть, на всю страну люди приехали, люди гудят, люди пытаются что-то объяснить. Ситуация уже действительно дошла до полного абсурда. А он как по-заученному, значит, вот, бывший учитель в колледже Даш Трудо. Ну, правда, сынок этого известного Пьера Трудо, премьер-министра. А сейчас ему противостоит тоже, кстати, учитель в колледже, которого уволили за то, что он не сделал прививку. И вот он руководит, один из руководителей этого движения этих тракеров. Как это происходит? Вот, допустим, на моем личном уровне, почему я не голосовал в этот раз? Ну, потому что он мне противен. Ну, так я мог пойти проголосовать за противоположного. Да, но я получал пособие, и мне это нравилось. Я вижу, это наивный дурак, и раздает деньги направо и налево. А если я буду голосовать за его оппонента, больше ничего не дадут? Понимаете, какая вещь? Вот, а его оппонент тоже такое лицо, которое совершенно не хочется голосовать. То есть дается выбор, где все время людям приходится либо не участвовать в выборах, либо избирать лучшее из худших зол. и это постоянная система происходит. Либо надувается новая какая-то личность, с ней связываются какие-то чрезвычайные надежды, потом это оказывается пшик, полная пустышка, и правящие силы выигрывают себе еще 4, еще 5 лет дурачения людей и заявления, что якобы у них есть мандат от большинства. В самых успешных демократиях участие в выборах примерно 50-60 процентов населения, имеющего право голосовать. То есть получается, что если кто-то проголосовал на 51 процент и выиграл, значит за него проголосовало где-то 25 процентов населения. То есть только одна четвертая. В лучшем случае. Это в лучшем случае. Это еще при том, что никто ничего не подделывает и прочее. То есть абсолютно фикция получается. В конечном итоге мы всегда получаем совершенно не то правительство. Даже мы не говорим о том, что оно может изменить и так далее. То есть нам навязываются люди совершенно мошенническим образом. Таким образом, если бы мы выбирали мужа и жену, представляете, что бы у нас было. То есть вместо того, чтобы выбирать из всего разнообразия, нам бы приходилось выбирать только из двух. Либо кривая, либо косая. Вот либо та, либо эта. И ты говоришь, а я не буду выбирать, останусь один. Ладно, хорошо, но мы решили, что у тебя все-таки будет жена. Значит, смотри, вчера были выборы, у тебя будет коса. То есть вот и поэтому получается, что действительно все абсолютно недовольны. Но при этом у нас как это может быть? Мы идем на выборы. Только что выбрали, и вдруг все недовольны тем, что они делают и делают. Только таким образом. То есть это абсолютнейшее мошенничество. Не говоря уже о том, что в принципе тех, кого мы видим, они являются только фасадом каких-то закулисных игр. Я немножко потеряла нить рассуждения. Как увязывается рассуждение о демократии с безденежными отношениями? Любые изменения, чтобы превратить отношения денежные в что бы то ни было другое, должно быть в согласии нашего государства, правительства, нашего парламента и прочее. Получается, что даже если все люди, составляющие или подавляющее большинство, осознают, что есть бенефит от изменения, какого бы ни было, то это будет невозможно провести в жизни, потому что у нас нету представительного выражения нашей воли в тех структурах, которые занимаются налогообложением, предложением или принятием законов и непосредственным силовым руководством нашим обществом. Маленькие страны, Украина это маленькая страна, и Канада это маленькая страна, я имею ввиду не географические просторы, а их геополитическое положение, и население тоже, хотя мы не можем сказать, что очень населенные страны имеют большой геополитический вес, а Канада не самостоятельная страна, безусловно, то есть она настолько является придатком Соединенных Штатов в той или иной мере, настолько зависима от них, что говорить о какой-либо самостоятельной политике невозможно, и в конечном итоге у нас всегда происходит чаще всего если проследить, как у нас выбираются премьер-министры, если у них достаточно долго сидит президент, ну, не как Трамп, а два срока, то у нас к этому времени обязательно меняется правительство, которое начинает подходить к тому президенту, который там сидит лучше. Вот этот Трамп, вот этот трудо пришел на волне того, что Обаме нужно было вот такого. Вот, а Трамп он не нравится, естественно. И если бы Трамп просидел дальше, то, ну, вот, кстати, откуда приходят деньги, почему у него лозунги сплошные, что уходи в отставку. У нас подозрение, что это движение этих тракеров, оно субсидируется из Америки. Об этом уже говорят просто совершенно открыто. То есть, я просто, к чему я это говорю, к тому, что любые разговоры, то, что называется в пользу бедных, о каких-то изменениях, они невозможны. Эти изменения при существующих системах. То есть, те, кто решает, что им выгодно и хорошо, они решат обязательно за нас. Вот как они захотят, чтобы мы ходили там с закрытыми ртами, с масками, там, умирали именно вот в таком проценте случаев, именно вот от таких болезней, они нам все это и сделают. А кто они? Вот со времен Гитлера они стали умнее. Мы не знаем, кто они. То есть, есть предположение, вот этот, а может вот этот. Но когда к ним присматриваешься, кажется, что нет, не этот. То есть, вот это всемирное зло, если раньше оно хотя бы имело четкое выражение, хотя говорят, что за ними тоже стояли другие люди и все такое, то сейчас его и нащупать как-то сложно. Вот уже два года идет этот балаган в мире, а связать с конкретными личностями, как это раньше можно было, вот Гитлер виноват, вот сейчас Гитлер покончил с собой, Германию победили, ура, ура, победа и все. А у нас наши новые Гитлеры, они не видны. Они явно не видны, и нам даже не совсем все-таки понятно, чего они хотят, чего они добиваются. Вот мне сказали, читая вот этого Шваба, да, или кто-то, ну, я даже, блин, заплатил деньги, 14 долларов, взял аудиокнигу и слушаю, слушаю, и слушаю, слушаю, и не вижу ничего такого, чтобы там можно было понять вот это вот новый мировой порядок, там, это самое, я не понимаю, чего они хотят, понимаете, то есть брали раньше этот Майнкапп Гитлера, все написано, вот так, так и так, брали этот Манифест Коммунистической Партии, все написано, да, а сейчас непонятно, еще можно было бы как бы понять по действиям, но дело в том, что там идет какое-то противодействие, поэтому все действия становятся смазанными, и действительно вот все эти вещи ушли в какую-то подковерную возню, результат которой мы как бы не можем понять, большинство людей согласится со мной, что они не понимают, что собственно происходит, вот, а вы как считаете? Думаю, что так, но я вообще не сторонник теории заговора в том смысле, что не то, чтобы заговоров не существует, в том смысле, что очень тяжело договориться людям, чтобы действовать за одно, то есть скорее всего там внутри этих эшелонов тоже происходит разброд и шатание и конфликт интересов, вот, но сейчас, когда мы говорили о государстве, я подумала о том, что у государства помимо налогообложения есть еще один прямой интерес поддерживать именно денежную систему взаимоотношений, поскольку государство является имитентом этих самых денежных средств. По сути, оно издает некую банкноту, которая рассчитывается за оказанные ей услуги, ему услуги, по факту, да, ну, ничем, то есть у государства тоже есть такого рода интерес стимулировать и поддерживать именно денежные отношения и всячески препятствовать возобладанию отношений безденежных. Как вы считаете? Или я утрирую, может быть, эти государства и не преследуют такой интерес? У нас пока нету как бы концепции безденежных отношений, то есть вы так говорите, они как будто у нас существует разработанная система мотивации и каким образом мы можем сделать так, чтобы булочник отдал вам булку бесплатно. Вот как бы, вот если вы распишите весь свой день и как вы можете устроить систему, чтобы все, чем вы пользуетесь, было бесплатно для вас. А потом мы можем сказать, то, что вы делаете, было бесплатно для всех. Вот смотрим, значит, вы встаете, да, значит, как сделать так, чтобы вам отдали кровать бесплатно? Как сделать так, чтобы вам... Проблема в том, что мы сейчас не знаем другого способа обмена минимальными транзакционными издержками. Дальше, здесь еще есть вопрос. Делаете ли вы ту работу, за которую получаете деньги, с удовольствием? Если бы вам все давали и так бесплатно, стали бы вы делать эту работу? А нужна ли ваша работа кому-нибудь в действительности? Дело в том, что сейчас из реальной экономики ушли чуть ли не 70-80 процентов. То есть, мы не сможем в 80 процентах случаев доказать полезность деятельности в 80 процентов рабочей силы. То есть, когда человек печет хлеб, очевидно, польза того, что он делает. он малосъедобный продукт в виде муки превращает в хлеб. Это полезная деятельность. Но если мы возьмем какого-нибудь финансового консультанта или сервис какой-то или еще что-то, то выявить пользу его деятельности будет очень сложно. Согласитесь. вот какая польза от нашей деятельности? Ну, мы не получаем за это деньги. Мы это делаем из интереса и для удовольствия. Ну, а если бы мы получали за это деньги? Разве есть польза в том, что мы делаем? Наверное, какая-то есть или вред. Но выделить эту пользу таким очевидным образом, как раньше или в тех случаях, когда работа делает. Сейчас есть целые фабрики, которые пекут этот хлеб, и там буквально несколько сотрудников следит за этой системой. хлебозавод называется. И там он штампует этот хлеб. То есть получается, что у нас нету системы альтернативной. Кроме красивых лозунгов, если вообще таковые возможны, теоретически, да, действительно, это весь вопрос мотивации. То есть если бы завтра люди бы проснулись и все стали бы делать все, что они и так делают, но при этом не требовали оплаты, но все бы продолжали получать в том же объеме и тоже без оплаты, то мы бы проснулись вот в этом новом обществе. вот, но дело в том, что оплата часто заставляет людей делать то, чего они не хотят делать, но с другой стороны, нужно или не нужно, и наоборот, заставляет делать много вещей, как мы делаем сейчас, за которые нам никто не платит, а они могут быть нужны, потому что мы обсуждаем важнейшие вещи в человеческой сообществе, да, но при этом нас могут никто не слышать и не слушать. То есть у нас как бы нету этой альтернативы изменения мотивации. Если нас действительно будут делать трансгуманоидами, сверхинтеллег, и нас будут вытеснять, ведь что происходит? Происходит вытеснение живых людей из систем производства, систем управления, систем энергообеспечения, потому что этот хлебозавод, он печет вне зависимости от того, уволенные сотрудники хотят это или нет. Он автомат. И нас вытесняют из этого. Тракеров будут вытеснять из их траков, уже вытесняют из всего. Именно за счет того, что системы искусственного интеллекта, они как раз и автоматизация, они как раз и работают без денег. То есть им ничего не надо лично. Они не являются отдельной личностью, которая имеет свой набор интересов. Они просто выполняют свои функции. Понимаете, если бы у нас не было такого, то нам надо было бы зазомбировать людей, такую же прививку всем вколоть, чтобы можно было насильно их заставлять делать то, что нужно. Вставать каждое утро, идти куда-то, что-то делать. А нашли способ наоборот, отодвинуть нас на... У нас поезда уже ходят без этих самых. В метро допустим, у нас, по-моему, в метро уже нету водителей этих. В Торонто я не уверен, но, по-моему, да. Самолеты летают 90% времени, пилоты сидят и чисто наблюдают, что все нормально. Один из них может спать, да. Включают обычно, отключают автопилот при посадке, при взлете и так далее. В какое-то время возникнут такие автопилоты, которые будут более безопасно и взлетать, и садиться, чем люди. А в какой-то момент может оказаться, что вообще безопаснее никого не иметь в кокпите в этом. Просто статистика, та же самая наука покажет, что ошибки, предпринимаемые людьми, они, значит, более опасны, чем их отсутствие. Хотя до сих пор, вы понимаете, в случае, когда вмешательство человека было удачным, ну вот как посадка на гудзон, то, что посадил он самолет на воду, что вообще практически невероятно, вот, или вот ручная состыковка, когда Юлия Пересильд, вот эта актриса летала сейчас в космос, они там вручную, космонавт, который с ними был, вручную пристыковался. Ну, Роскосмос говорит, что они бы могли включить автоматику, которая у них сломалась, вот, но все-таки пока мы еще верим, что люди могут лучше, но, безусловно, будет момент, когда люди будут хуже, и настолько хуже, что их, безусловно, будут устранять из этих процессов. Вот, и как раз в этом случае мы как раз движемся тогда к безденежным отношениям в системах, потому что у самих систем интересов нет. Вот, им не надо платить за работу, им не надо удовлетворять их требования и прочие вещи. Именно поэтому, как работодатель, я бы всегда предпочитал иметь дело с автоматикой, а не с живыми людьми в качестве управляющего. Честное слово. И я заменял, у меня был такой момент, когда я заменил людей на автоматическую систему программ. И тогда я стал миллионером вот в тот год. Ну, не таким уж сильным, но 2 миллиона из ровных в 2008. Потому что вместо живых людей, которые там должны были делать что-то по определенным алгоритмам, я установил программу, которая была в 100 раз более эффективна, чем люди. Хотя программа была очень простая. Понимаете? Вот и получается, что когда встает выбор у предпринимателя нанимать людей или пользоваться автоматизацией, конечно, автоматизация, конечно, замена людей. Люди очень проблематичны. Вот. Хотя тоже вот последнее время меня поражает вопрос, почему на простых работах добиться от людей эффективного труда легче, чем на работах умственных, вот на физических. То есть, казалось бы, сколько неудобств встать в снежную погоду, в холод, в мороз, идти с лопаты, копать снег. И тут копают. А за те же деньги заставят делать что-то умственное. Ну, то есть, ну, все провалят и ничего не сделают. Может, человек это обезьяна с лопатой. Наверное, смотря какой человек, я бы так не обобщала. Да, не знаю. Я хотел бы сказать, смотря с какой лопатой мы покупаем красивый, красный. Итак, значит, автоматизируя наше производство, мы, в общем-то, движемся в сторону безденежных отношений, поскольку наши отношения с этими механизмами, они априори являются безденежными. И наши отношения с искусственным интеллектом, скорее всего, тоже будут безденежными. Да, эти системы начнут взаимодействовать и вытеснять людей, настолько отношения между ними будут, не будут требовать мотивационного фактора как бы денег. Виртуализация общения тоже, то есть, это создает неограниченные ресурсы практически. Они, конечно, ограничены с точки зрения сколько памяти, сколько чего, но развитие идет, вот, закон Мора, да, с таким, с такой скоростью, что наши возможности, наши желания, наши потребности, они отстают от возможностей. то есть, компьютеры наши всегда могут во много раз больше сделать, чем мы можем их использовать. Это известно. Вот только в последнее время мы стали пользоваться видеосвязью реальной. А до этого мы просто пользовались ими как печатными машинками в лучшем случае. Вот. то есть, что, да, технологизация является как раз отходом от чисто денежных отношений. Ну, даже такой телемост между нами, особенно с таким качеством связи, был невероятен определенное число лет назад. либо был бы чрезвычайно дорог. То есть, это могли себе позволить только там телеканалы с Познером, помните, там в конце 80-х там они устраивали телебост. А по сути дела сейчас мы все оперируем этими телемостами и это нам практически совершенно ничего не стоит. Практически. Вот. Да. но все-таки 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 как поменять так мотивацию людей, чтобы они изменили свое отношение друг к другу, я об этом написал в книге «Наука о добре», где предлагаю развивать именно направленность на сотрудничество, которое у нас заложено биологически для выживания вида, а не на соперничество, которое тоже в нас заложено биологически для продвижения моих лично генов. Это две направленности, которые можно развивать. Если развивать направленность все в себе, все в семью, все в копилочку, то это приводит как раз к дисбалансу распределения ресурсов. А если как раз развивать в направлении того, что когда мы делимся, когда мы помогаем, когда мы что-то делаем, у нас вырабатываются такие гормоны, как окситоцин, у нас возникает чувство своей востребованности, удовлетворения, то это было бы очень, конечно, полезно. Но я сталкиваюсь, конечно, постоянно с таким сопротивлением к таким взглядам. У меня это было очень развито, я это развил, вплоть до того, что у меня был приют, попытки создания вот таких коммунистических сообществ, по сути дела, не по идеологии, а по сути. Вот. Но в конечном итоге здесь даже не проблема без билетника, вы знаете, мы можем выдержать без билетника, потому что есть и те, которые платят и не едут, то есть жертвуют, поддерживают. Чего мы не можем выделить, это тех, кто выдержит, тех, кто реально хочет разрушить эту систему, извне или изнутри. Почему? Потому что эта система противоречит их видению того, как это должно быть. Все девять лет, что у меня был этот коммунистический приют, к нам приезжали, ели, пили, останавливались и говорили, так не может быть. Я говорю, ну вот же вы же живете, мы уже девять лет живем. Нет, так не может быть. Нет, так не может быть. Не может быть так. Ну, и сделали, чтобы так не могло быть. Мне просто все надоело, я перестал это делать. Вот. Так что получается, что действительно это в мозгах человека. И теоретически, если бы мы взяли эту направленность, но вот еще последнее, что я хочу сказать, если вы исключите людей из всей этой деятельности, чем они у вас будут заниматься? Они у вас будут искать наркотики, алкоголь, забвение, порнографию, компьютерные игры, депрессия, суицид. Мы хотим наблюдать такое общество? Нет. Мы хотим жить в таком обществе? Нет. Чем их занять? Моя книга предлагает их занять тем, что природа позволяет им делать, это делать добро друг другу, от чего они получают огромный, могут получать окситоциновый кайф. Понимаете? Вот. Но опять же это сталкивается с тем, что крутят просто пальцем у виска, говорят, ты придурок, и тащат все к себе. И все сводится до этого, к этому, к нашей деньги. Окей? Окей? Я очень вам благодарен за эту интересную тему. И до новых встреч. Спасибо вам за диалог. До встречи. субтитры